Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 августа и вот мне уже некогда в огороде каждый кустик показывать все. Я уже быстро-быстро делаю обзоры. И вот сейчас вот этот обзор будет очень короткий. Обзоры, дегустация. Просто хочу реабилитировать сорт Санька. Санька, сорт известен всем. Это вот такой вот скороспелый, такой неприхотливый, детерминатный, нескорослый сорт. Вот смотрите, очень часто многие люди, как вам сказать, пишут опрометчивые сообщения, комментарии. И услышала один комментарий, что Санька никогда в жизни никому бы не посоветовала. Очень он такой, как пластмассовый, как ненастоящий, как магазинный. Фу, самый такой ужасный сорт. Все. И вот на основе этого комментария я хочу вот такое, как видео, снять для новичков. Потому что тем, кто ни разу не выращивал этот сорт, достаточно прочитать этот комментарий, и он отвергнет сразу вот этого Саньку. Все, никто его не будет больше выращивать. А между тем, сорт Санька очень хороший томат. Нужно только правильно подойти к нему, обращаться с ним, и нужно знать, для каких целей вы выращиваете. Идеальный сорт для раннего употребления свежих вот таких томатов. У вас никогда крупный плод в это время не созреет, а Санька созреет. Санька очень урожайный. Он будет весь облеплен плодами. У меня есть видео обузор за позапрошлый год, где я показываю, и у него продолжительное плодоношение. И сейчас я поговорю как раз о том, вот о пластмассовости этих плодов. Сразу извиняюсь за свои руки, вот видите, нам хлебу не надо, работу давай. Сегодня обрезала нижние листья у томатов. Дообрезалась до таких пор, что ножницами натерла мозоли. Но меня же не остановила, еще резала дальше до тех пор, пока мозоли не лопнули. Теперь боль ужасная, вся избинтовалась. Вот смотрите, вот сегодня я сорвала вот эти Саньки. Я специально два вида Санек вам предоставила, потому что Саньки разные прошли. И через меня, и через мой рот, всех я пробовала. И смотрите, когда срываешь Саньку, он действительно, он очень твердый, вот очень плотный. Он как пластмассовый. И он действительно похож на эти помидоры, которые продаются в магазине, на китайские. Я первый год тоже так подумала, но что-то совсем он тверденький. Сейчас я разрежу, покажу вам. И теперь я делаю так. Ну вот у него разрез, у тех, которые не прозрели. Видите, они еще такие твердые, вот такой прозренный. Вот эти, которые сорвала сегодня, а вот эти я сорвала на прошлой неделе, и в течение 5-6 дней они у меня лежали просто рядом с кустиком, дозревали. Не то, что дозревали, они и эти спелые. Но после того, как Санька полежит несколько дней, он совсем другой. Он меняется в корне. Он становится вот такой мяконький. В нем появляется сахаристость такая в мякоти. Вот смотрите, конечно, это простой трехкамерный томат. Как я говорила, он не относится ни к бифтоматам, ни к мясистым, ни к сахаристым. Но все-таки мяса у него много. Видите, вот этот слой между шкуркой этим, очень толстый слой. И при длительном лежании он делается сахаристый, такой, как крупенчатый, и приобретает как бы сладость. Сейчас я чуть-чуть вам пододвину, чтобы показать, что мяса-то в нем все-таки много. Он не такой, какой, не совсем водянистый. Вот видите, я вот маленькие разрезала. Видите, мяска много в нем. И когда вот он полежит немного, он становится совсем другим. Он у него уже и вкус другой, он мягкий. Он такой, я сейчас попробую какой-нибудь разломить. Какой, не знаю, который уже полежал желательно бы. Этот уже перележал немножко. И так, что мы можем вырастить два разных саньки. Вот видите, у него внутри вот эта крупенчатая мякоть. Это значит, что он такой все-таки. И вот это главное, обратите внимание, вот этот слой-то, который, ну вот этот сам, его кушаешь когда, он именно такой мясистый. Он не один сок. И вот в том-то и дело, что мы иногда не дожидаемся вот такой биологической зрелости, полной биологической зрелости. И начав употреблять, кушать томаты, мы в них разочаровываемся. Кстати, вот сейчас вот это вот индийское мясо, то же самое. Помните, я показывала вам, когда сорвала. Вот эти были прожилки все белые. Сейчас они краснеют, и они в результате делаются вот такие, смотрите, малиновые. Вот настоящий кусок мяса. И вот эти самые-самые вкусные, которые у меня полежали немножко, несколько дней. И это можно сказать про каждый сорт. Также про Саньку. Сорвали вы, кажется вам, что он спелый, что он полностью уже дошел. Вот он он. Но на самом деле он еще не столько сахаров там. Там идут еще процессы. Или если вы положите на несколько дней его куда-то, ну пусть на подоконник. Или пусть даже сорвали с кустика, пусть он полежит еще на солнышке. Сразу, если не кушать, а покушать потом, то и Санька откроется вам совсем с другой стороны. Это действительно сразу он делается мягче. Даже вот этот еще можно подождать. Он делается мягче. Он делается такой сладче на вкус. И намного приятнее. И куда-то исчезает вот эта его пластмассовость, которая когда срываешь, действительно, вот только что, когда сорвешь, он кажется как колотушка. Но у нас всегда же медаль с двух сторон. Если для употребления вот ежеминутного, ежечасного, сейчас вот прям, то эта пластмассовость минус, то для длительного хранения это плюс. И для консервации это плюс. Он держит форму, он не распадается, он не раскисает, потому что он плотненький такой. И у него плоды-то такие, как раз для консервирования. Он не вытекает, ничего с ним не делается. И он намного дольше хранится, чем такие тонкокожие, которые мягкотелые. Те уже начинают течь, а этот только начинает приобретать мягкость. Так что я за Саньку вот хотела заступиться. Не знаю, ну как, достаточно я сказала того, чтобы люди не боялись, не отвергали там от Санька. Плюсов у него много, намного больше, чем минусов. Во-первых, он скороспелый, быстро дает урожай. Он очень урожайный, весь облеплен плодами. Он хорошо и долго хранится, потому что он плотненький. У него мякоть плотная, у него шкурочка толстая. Он идеально подходит для консервирования, для всех томатопереработок, томатопродуктов. Куда вы, жалко вам, куда будет девать, например, употреблять розовый мед или ботяню. Рука не поднимается на кетчуп или там на пасту. Санька пойдет и туда, и сюда. Но если вы его поддержите после снятия с куста дня 3 или 4, то и для салатов он подойдет. Вот он делается мясистый, такой сахаристый и даже более сладкий, чем в первый день. Все, до свидания. Это вот Санька, номер 6 в каталоге. Продолжение следует...